Касса-2 и Касса-3 Благодаря им дома миллионов абонентов республики подключили к спутниковому телерадиовещанию, а в этом центре управления отслеживают траекторию полета космических аппаратов. А коль местные жители называют самым умным города страны, гавань космической связи базируется в здании бывшего детского лагеря. Для работы подобрали лучших специалистов из России и Казахстана. Сейчас ученые работают над созданием спутника четвертого поколения. Его запуск запланирован на 2024 год. После запуска нового спутника прощаться со вторым и третьим не собираются. После технического аудита они останутся на орбите в качестве запасных. Разработана техника экономической обоснования. Прошла экспертиза на Министерстве национальной экономики. Подготовлена техническая спецификация. Программа включена в перечень государственных программ. По техническим характеристикам он будет мощнее, чем Касса-2. И соответственно будет предоставлять более лучшие услуги. Даст более качественную связь, более быстрый интернет. По городу Аягос на востоке Казахстана прошел ураган. Без кровли остались сотни жилых домов. Школы, детские сады и больницы также пострадали от урагана. Семь человек обратились в медучреждения с различными травмами. Штормовое предупреждение в регионе сохраняется до сих пор. В городе Аягос объявлена чрезвычайная ситуация природного характера. Ущерб устанавливается. Правительство Казахстана Чиновников предлагают перевести на режим дистанционной работы. Тем самым сократить расходы на аренду и содержание зданий, а также транспортные расходы. Можно сокращать расходы государства, которые не имеют стратегически важного значения в сегодняшних условиях. Это, к примеру, касается консалтинговых и исследовательских услуг. В частности, в бюджете 2019 года почти 43 миллиарда тенге было использовано на эти цели. Эффективность таких услуг часто вызывает вопросы. В целом, пандемии, связанный с ней кризис, должны послужить для нас поводом, чтобы пересмотреть текущие государственные расходы, оптимизировать их и перенаправить на цели развития, а также на повышение качества жизни наших граждан те средства, которые высвобождаются. Укрепить транспортную независимость республики и увеличить грузовой и пассажирский поток. Президент Кыргызстана обсудил с чиновниками модернизацию железнодорожной инфраструктуры и ее цифровизацию. Также на совещании говорили о проекте строительства железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан». Этот проект Саран Байженбеков назвал крупнейшим и стратегическим. Возможность строительства железнодорожной ветки, которая свяжет Китай с республиками Центральной Азии и через Иран, выйдет в морские порты Турции, обсуждается более 20 лет. Но стороны пока не могут договориться о ширине колеи и стоимости магистрали. В Белорусской реке Неман массовый мор рыбы. Причины сейчас выясняют специалисты. Они называют две предварительные версии – жаркая погода или слив отходов от промышленных предприятий. Почти 30 километров Немана усыпаны мертвой рыбы. Такого массового мора местные рыбаки не припоминают. Сейчас специалисты изучают, не было ли слива в реку отходов от промышленных предприятий. Взяты пробы. Предварительно основная причина – жаркая погода. Погибшую рыбу сейчас собирают и утилизируют. Окончательные результаты проб станут известны на следующей неделе. Причина замора – это стечение обстоятельств, в первую очередь, неблагоприятных метеоусловий. Это высокая температура воды, которая измечает потребность рыбки с народом. Это гроза, которая падает в давление, раскрывается водой с народом. Европейский парламент одобрил резолюцию, призывающую Еврокомиссию оценить условия занятости охраны труда и здоровья для трансграничных и зезонных работников, что включает в себя роль посреднических агентств в выявлении недостатков в законодательстве Евросоюза и, возможно, его пересмотр. В тексте резолюции также содержится призыв к улучшению координации систем социального обеспечения, которые необходимы для борьбы с социальным мошенничеством и злоупотреблением правами мобильных работников. Резолюция была одобрена большинством депутатов. В начале апреля сезонные работники практически штурмом брали аэропорты, чтобы отправиться в Германию, куда ежегодно на заработки отправляются 300 тысяч человек. Карантинные меры заставили ФРГ сократить прием наемных рабочих до 40 тысяч. Тревогу бьют и другие европейские страны. Ранее нехватки примерно 200 тысяч сезонных работников заявила Франция. А это означает, что часть урожая в этом году может погибнуть. Эта пандемия подчеркивает нестабильность условий труда для 17 миллионов мобильных работников в ЕС, из которых сотни тысяч – трансграничные, приграничные и сезонные работники. Улучшение социальной защиты было необходимо еще до этого кризиса, но отсутствие мер безопасности на спаржевых и губичных фермах или скотобойнях в Нидерландах или Германии открыло многим глаза. Европейскому автопрому предстоит долгий восстановительный период. В мае продажи легковых автомобилей в Старом Свете пережили очередное резкое падение. Несмотря на то, что во многих странах были ослаблены введенные из-за коронавируса ограничительные меры, число проданных в Евросоюзе новых машин сократилось более чем на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И хотя майские цифры выглядят лучше апрельских, до полного выправления ситуации еще далеко. Наибольшее снижение продаж, сошедших с конвейеров автомобилей, отмечено в Испании – минус 72%. Во Франции показатель снисился на 50%. В Италии и Германии – на 49%. Что касается производителей, майские продажи BMW Group сократились на 50%. Большая отрицательная динамика у PSA Group – минус 56,4%. Другой французский автопроизводитель группы Renault зафиксировал снижение продаж на 52,5%. Практически такие же показатели у Volkswagen. С начала пандемии коронавируса представители европейской индустрии объявили об увольнении десятков тысяч сотрудников. В конце мая руководство Renault сообщило о планах по сокращению 15 тысяч рабочих мест по всему миру. Решение было принято в рамках плана по экономии 2 миллиардов евро. В компании отметили, что реструктуризация будет проводиться постепенно посредством добровольного увольнения путем переквалификации или перевода людей на другие должности. В начале июня Renault заключил сделку за государством с целью получить кредит в размере 5 миллиардов евро. Соединенные Штаты вышли из переговоров с европейскими странами по поводу введения глобального цифрового налога для технологических компаний и пригрозил ответными мерами в случае, если Европа будет продвигать собственные налоги. Министр финансов США направил письма своим коллегам во Франции, Италии, Испании и Великобритании с предупреждением о том, что обсуждения зашли в тупик. По словам министра, попытка ускорить такие трудные переговоры отвлекают от гораздо более важных вопросов, в частности от решения экономических проблем, возникающих в связи с пандемией коронавируса. Позиция Вашингтона вызвала недовольство в Европе. В начале 2019 года правительства европейских стран не смогли договориться по цифровому налогу в масштабах Евросоюза и начали переговоры с Организацией экономического сотрудничества и развития с целью выработать общий подход к этому вопросу. В то же время ряд стран Старого Света решили не ждать. Летом прошлого года Франция ввела налог на прибыль крупнейших компаний сетевой сферы. Эти письма – провокация по отношению к партнерам по Организации экономического сотрудничества и развития. Мы были уже очень близки к соглашению о налогообложении цифровых гигантов. Эти компании, возможно, оказались единственными, кто получил огромные прибыли во время пандемии. Продолжение следует...